Возгорание промышленной котельной и сообщение о пострадавших. 10 единиц спасательной техники и 50 работников МЧС приняли участие в масштабных учениях на территории Добружской бумажной фабрики. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова увидела, как это было. По легенде учений в фабричной котельной произошло короткое замыкание. Пострадал один человек. Рабочим необходимо было четко и быстро сообщить о происшествии, а спасателям оперативно прибыть на место. В учениях задействовали машины МЧС и других организаций, в том числе скорой помощи. Всего участниками учений стали около 40 человек. В рамках обеспечения требований по пожарной безопасности на предприятии выполняется целый ряд комплекс мероприятий. Но если кратенько, это такие, как обеспечение первичными средствами пожаротушения. В каждом цеху имеется добровольно-пожарная дружина, имеются инструктажи по пожарной безопасности, проводятся пожарно-технические минимумы. В данный момент при проведении учебно-тренировочных мероприятий в помещениях котельной в смену работает 17 человек, а в целом в подразделении в данном работает 52 человека. Над предприятием работает более тысячи человек. Безопасность всегда в центре внимания. Все сотрудники филиала фабрики участвуют в тренировках и учениях, которые здесь проводят каждый год. Все сработали хорошо, нашли пострадавших, с поставленной задачей справились. В общем-то, такие учения мы проводим постоянно, на постоянной основе. После учения участники мероприятия отправились в бомбоубежище Добрусской бумажной фабрики. Оно было создано в 1968 году. Здесь есть необходимый минимум для временного пребывания – около 300 человек. Вентиляция, канализация и водопровод. Вердикт проверяющих положительный. В течение двух недель специалисты силовых структур, представители медицинских служб и общественных организаций проводили встречи с населением, специальные тренировки и тематические конкурсы. Во всех районах их усилия были направлены на развитие культуры безопасности жизнедеятельности. Например, по легенде, на стадионе «Локомотив» произошел захват заложников, применено химическое оружие. Нарушитель оперативно задержан бойцами ОМОН, люди освобождены. Химическое оружие утилизировано спасателями. Все ответственные службы сработали на отлично. Были проведены мероприятия, связанные с выступлением в трудовых коллективах, в школах, учреждениях здравоохранения и на сельских сходах, где мы попытались дойти до каждого сознания человека – от детского сада до пенсионеров. Всего в рамках акции прошло свыше 30 специальных учений на потенциально опасных объектах и в местах массового пребывания людей, а также 13 учений со сводом. В Гомеле в акватории Новобелецкой спасательной станции также провели тренировки для водолазов. По сценарию два рыбака перевернулись на лодке. В условиях, приближенных к реальным, любителей ловли удалось вытащить из воды меньше, чем за минуту. В Гомельской области за прошлый год зафиксированы 55 случаев утопления людей, 6 из них – рыбаки. За 2019-й спасли 33 человека, 11 из которых – дети. Лед сковывает затоны. Мы наблюдаем рост гибели людей в отношении с аналогичным периодом. У нас уже превышение на 4 случая. Люди идут к воде, рыбачат. Это накладывает свои, естественно, особенности. В акции «Единый день безопасности» так или иначе приняли участие все белорусы. Одни получали смс с текстом, проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется. Другие непосредственно становились участниками мероприятий. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Специально для программы «Де Факто».